дополнительные силы из Якутии. В Иркутской области объявлено экстренное предупреждение для жителей. Не рекомендуется без особых причин выезжать на природу. В Курганской области 2,5 тысячи жителей получили компенсации за имущество и жилье, пострадавшее от природных пожаров в начале мая. Размеры выплат от 10 до 50 тысяч рублей. Для тех, кто остался без крыши над головой, развернуты пункты временного размещения. Крупный пожар в курортной Анталии. В городском порту произошло возгорание верфи по строительству лодок и яхт. Борьба с огнем продолжалась в течение нескольких часов. Для тушения спасатели задействовали вертолет. Столб густого дыма был виден за несколько километров. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Небольшой хвойный лес в рамках акции «Сад памяти» высадили в Томской области активисты-работники полутора десятка предприятий. В этом году мероприятие посвящено не только погибшим в годы Великой Отечественной войны, но и землякам, отдавшим свои жизни во время спецоперации. Герою России Максиму Песковому и кавалеру Ордена Мужества Роману Елизарову. Всего в разных районах региона планируется разместить 50 тысяч саженцев. В Псковской области к акции «Сад памяти» присоединились переселенцы из Латвии, Молдавии и Украины. На территории сквера храма «Спаса» нерукотворного образа появились два десятка черенков бархата, амурского и грецкого ореха. Далее новости регионов. Не переключайтесь с жителями Москвы и области. Увидимся через несколько секунд. Сегодня в опорном вузе региона пройдут выборы ректора. Голосуют преподаватели и студенты, 157 делегатов. Претендентов трое. Среди них действующий ректор в ЛГУ Анзур Саралидзе, директор Института машиностроения Алексей Юлкин и проректор по социальной политике Лев Логинов. А во Владимирской мастерской муниципального управления старт второго сезона. Городской проект знакомит молодежь с буднями администрации города и Совета народных депутатов. Министерство культуры области приглашает владимирцев, от начинающих художников до уже состоявшихся мастеров, принять участие в конкурсе агитационных плакатов «Мы вместе, Россия и Донбасс». Продолжение следует... Моя удача никто не тронет. У кого-то есть оружие? У меня есть газовый баллончик. Давай. Ну, дома. Дево руками за душу! Старая развалина. Премьера. В субботу. В 21.00. На канале «Россия». Мы с тобой виделись последний раз 8 лет назад, когда я Петра твоего из тюрьмы вытаскивал. Как он, кстати? Свалился, как и ты. Как снег на голову. «Земский доктор». 8 лет спустя. Сегодня в 21.20 на канале «Россия». Давай, слезай. Боюсь. Ты взрослый, серьезный человек. Ты директор школы. Какой боюсь. Истории большой страны. Премьера. 5 в 23.35. Внимание, судоводы! Саженцы для вашего сада. Яблони, груши, малина, абрикос, черешня, вишня, жимолость. С 1 по 21 мая. Ждем вас в экспоцентре и в ДК молодежи. Дикая рыба и икра Камчатки на распродаже в Коврове и Муроме. Белорыбеца, муксун, марлин, чавыча с 11 по 17 мая. Ковров на входе в ДК Ленина и Муром ТЦ домашний. Ковров. Внимание! Ремонт с ТМК – это выгодно. Так, окна с ламинацией по цене белых. Напрямую с завода. Без торговых наценок. Гарантируем качество. Улица Грибоедова, 56. По сведениям синоптиков, сегодня во Владимире ожидается переменная облачность. Атмосферное давление 757 мм тутного столба. Ветер юго-восточный, 2,6 метров в секунду. Температура воздуха во Владимире днем 18-20 градусов тепла. Всем доброе утро. Здравствуйте. Рада вас видеть в очередной раз. С вами Денис Тойков, я Анастасия Чернобровина. Ну что ж, начнем утро вместе. Утро вторника, май 16-е. Три самых популярных мифа о здоровом образе жизни развеяли российские врачи. Первым критике подверглось правило 10 тысяч шагов, потому что считать нужно не шаги, а время по рекомендации ВОЗ. Оптимально это 5 часов в неделю или около 40 минут ежедневно. Свежевыжатые соки – это, оказывается, тоже миф. Кроме витаминов они изобилуются хорами, поэтому выпивать их больше 150 миллилитров в день не стоит. И третья легенда – пить воду по принципу «чем больше, тем лучше». Врачи подсчитали, что при весе в 70 килограммов достаточно 2 литров в день. Ну и еще один миф, он касается домашней аптечки, в частности, зеленки и йода. По мнению специалистов, эффективность этих антисептиков сильно преувеличена. Больно? У многозетной мамы Валентины наступила горячая пора. Для лечения асфальтовой болезни на готове целая аптечка. И, конечно, главное там – это зеленка и йод. Вся моя жизнь – это травмы, порезы, что-то происходит.